Спасибо за приглашение, доктор Мальцев. Я очень счастлива познакомиться с профессором Левским. Я первый раз посетил Украину. Сегодня мы поговорим о мафии Юга Италии. Существует три основных вида мафии. Мафия, которая известна как Коза-Ностра, Дрангита и Камора. Дело не в структуре, не структурой является ключевым моментом, а именно связи. То есть они связаны на самом высоком уровне. Именно в виду этих связей они связаны с судьями, они связаны с прокурорами, они связаны с банками, ну и так далее. Диалог был примерно такой. Ну и прокурором и калабрийским боссом. Что я должен сделать? Вопрос. Ответ. Покупать. Что покупать? Ответ. Все. Они ежегодно обороты, Дрангиты, 55 миллиардов долларов, но это не их цель, не 55 миллиардов, а занять самые высокие позиции. То есть их цель это власть. Самые высокие позиции на глобальном международном уровне, то есть банки и так далее. Профессион Никаса описывает нам правильный принцип. То есть в обычном обществе цивилизованном, так как вы говорили, деньги, если у тебя есть деньги, соответственно у тебя есть власть. Когда же мы говорим о мафии, здесь все функционируется с точностью и наоборот. С силу того, что у тебя есть власть на определенной территории, именно эта власть дает тебе возможность, право и функции, делать деньги. То есть принципа прав. Туда получается, что все Соединенные Штаты Америки есть мафия. Так что, по сути, на основе этого принципа, что США все это мафия. Нам безусловно! Нам безусловно! Нам безусловно! Факция! То, что думает Запад о ворах в законе, полностью не соответствует действительности. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Центральная точка 1917 год. Потом, профессор, смотрите, многоуровневый этот триминал. Хорошо. Когда аутсайдеры, внешние люди, первый раз узнали о существовании этого кода или свода правил? Свод правил. Значит, свод правил в той или иной форме существовал всегда. То есть, по сути своей, это антигосударственная деятельность. Поэтому, если вы не живете по закону государственному, вы живете по своему. То есть, по сути своей, наличие закона говорит о том, что они всегда себя считали государством в государстве. Если я дам Олегу, он может определить, это реально или прошу? Проходи. Хорошо. Если я... Это цель. Один, два, три, четыре. И пять. И годи сюда. Хорошо. Первое. Аааа. Он измельчен. Один, два, три, четырех, четырех. Это такое, которое испортит. Это самое страшное преступление, которое будет освоиться вошвать в блокную. Один, два, три. В дендрагата. Это не наверх. Это не дендрагата. в Африке, в Европе. Лично, так сказать, своими глазами профессор видел Андрангиту в Австралии, в Африке, Европе, Северной, Южной Америке. Единственное, где Андрангиту не видел, это Северно-Южный полюс. В Норд-Поле и Сауд-Поле. Андрангита — это единственная организация в мире, в основе которой, как в основе клетки на биологическом уровне, лежат кровные узы. И вот этой клеткой Дрангити является семья. Самая главная их цель — это власть. Власть важнее, чем деньги. И валютой является лояльность. И лояльность, преданность, она более важна, чем деньги. Сегодня уровень инфильтрации, то есть внедрение таков, что они уже сажают рядом с собой министра и обсуждают дела. Это, что мафия все равно.